Приветствую вас. Знаете, Ирина, мое мнение может показаться не очень популярным, не очень приятным, не очень, наверное, таким, которого вы считаете, но тем не менее, я все-таки скажу, потому что этим детям, которые сейчас, собственно говоря, познают мир, им еще жить, а некоторым возможно обращаться к психологу еще. Смотрите, как будем про личные границы, скажем так. Моя коллега сказала правильно. То есть я не знаю, насколько у вас доверительная земля, полная и так далее, но то, что личные границы, проблема с личными границами в вашей земле существует, это факт. И личная граница, проблема с личными границами заключается в том, что у ребенка, судя по всему, нет возможности почувствовать себя. Мне так кажется, что у ребенка очень расписанная, регламентированная жизнь, нет времени на игры, ну, такие вот, в частности, игры с родителями там и так далее, вот. Нет времени на досуг. Мне кажется, что имеет место быть ваше слияние с ребенком. То есть, ну, чрезмерная его опека, чрезмерная забота о нем и так далее. Отсутствует, отсутствует надлежащий контакт с отцом у ребенка. Понимаете, нет правильной или неправильной ориентации. Вы не думали о том, почему Глеб пристает именно к вашему сыну и к другому мальчику? Почему? Ни к всем, ни к другим, ни к другим не приставят только к ним, почему? Почему? Потому что эти люди не могут сказать нет. Потому что эти люди не знают личных границ. Ну, вместе с тем, вместе с тем, у них... Ну, вот я не знаю, как у вашего сына, как бы, вот с половой идентификацией, да, но вообще в 6 лет, как бы, ребенок уже, в принципе, знает, что мужчина это мужчина, а женщина это женщина. Вот. При условии, если папа и мама ведут себя как мужчина, и женщина соответствующая. А если папа только папа, а мама только мама, или папы вообще нет, он достаточно дистанцирован. Кто ребенок ведет себя, тоже ведет себя как мама. Не могу сказать нет, всем, как бы, пытается помочь. Вот не знает личных границ. И так далее. У ребенка нет ярко выраженной мужской и женской модели поведения перед глазами. Вероятнее всего. Вот. Это первое. Второе. Второе. Значит, вот видите, да, он, казалось, не понравился. Соответственно, раз не понравился, значит, ну, тут, скорее всего, никакой правильной ориентации не формируется. Опять же, с другой стороны, Ирина, чего вы боитесь? Откуда вот эта вот неправильная ориентация? То есть, так вы ребенку комплексы заложите? Как? Понимаете? То есть, что вот вы говорите, что, так, значит, что для чего нужна папа, соответственно, и что сексом мальчики не могут заниматься, только взрослые для детей. Ну, что это такое? То есть, какие установки? Что я хочу быть побыстрее взрослым, побыстрее взрослым. А когда взрослым, взрослыми-то становятся люди. Вообще. Ох, блин. Знаете ли вы, что сексом занимаются и мальчики в том числе? Потому что подростка, подростка занимается сексом сейчас, это нормально. То есть, как бы запреты. У вас ребенок и так зажат, не может сказать нет, вы ему еще больше запретов даете. Здесь и сейчас. Знаете? Вот. Какой у него будет антисценарий, я не знаю. Может быть, он не будет хотеть взрослеть вообще. Потому что, ну его, вот это вот, это вот, там что-то поиграли. А, с, с, ну, с детьми там поиграли, да. И, как бы, такие проблемы странно, что-то все ругать начали, что-то все там говорить об этом. И так далее. Понимаете? Какая история. Оно мне надо. Да. Будет вас ребенок бояться секс. Все. Понимаете? Вот. Поэтому, дело не в том, кто занимается сексом. Дело в том, нравится или не нравится. Дело в том, хочешь ты или не хочешь. Дело в том, считаешь ты это правильным или неправильным сынок. Сам для себя. Вот и все. Вот и все. Ну, почему Глеб, как бы, ведет себя так, как более опытный? А ваш сын, как бы, уступает ему в развитии? Ведь они одногодки. Или вы хотите сказать, что Глеб разращенный? Нет. Нет. Смотрите. Нет. Ваш ребенок просто не может сказать нет. Хорошо. Так и... А! Как бы, когда об этом узнают родители, они начинают устраивать вокруг этого шумиху. Тем самым ставят ребенка в стесненно-неловкое положение, в стесненно-неловкое состояние. Ребенок боится. А потом у него комплексы возникают. Вот. Понимаете? А если бы, например, ребенок взаимодействовал бы с отцом. Например. И видел, как отец говорит нет, когда ему что-то не нравится. Твердо, четко. Да? Видел бы, как отец защищает личные границы. Свои, ваши, семьи. Да? Вот. Он бы и сам так же тут, так же делал. Если бы у него была возможность попробовать свои силы. Если бы у него была возможность, там, может быть, к большей стантанности, к большей, такой вот знаете, к большему креативу. Вы думаете, это случайно, что дети ходят в дошкольную группу? Зачем это нужно? Зачем нужна дошкольная группа? Для излишней социализации. Для излишней регламентации жизни. Для лишения детства. Ну вот. Как бы. Вы хотели, чтобы у вашего ребенка детство закончилось? Как бы раньше. Вот оно и закончилось. Раньше. Что, Глеба будете обвинять в том, что он такой плохой? Искать. Выход будете. С мамой Стас. А зачем искать выход с мамой Стас, если Стас, это отражение мамы? Глеб, это отражение своих родителей. Ваш сын, это отражение ваше, ваше, как бы. Зачем? Кого они будут менять? Ну, они будут говорить неправильно, это неправильно, так нельзя. А сами будете, будут поступать так же. Вот. Тем самым, еще больше раздувая комплексы внутри ребенка. Расщепление. То есть, как бы, я плохой, я ничего не доделал. Но как не так, это же вроде бы хорошо, родители так же делают. Или вы думаете, что мама Стас будет меняться? Или родители Глеба будут меняться? Нет. Нет. Знаете, какая история? Вот. И я уверен, что ваш ребенок прекрасно знает, для чего нужна попа и так далее. Как? Он это знает. Вы его ставите в неловкое состояние. В неловкое положение с вами, как бы, разговорами. Это первое. Второе. Говорить должны не вы. Знаете? Не с вами нужно разговаривать, не вам нужно разговаривать вообще, а отцу. Знаете, понимаете, как вы уничтожаете сына как мужчину будущего сейчас? Вот. Где мужчина-то? Где мужской начал? Где отец? Где вот это вот, воскраничение о чем? Мальчик по вопросам секса и интима разговаривает только с отцом. Ни с женщиной, ни с мамой. Это вообще, как бы, нельзя. Это нельзя. Женщина не поймет мужчину в этом плане. Смотрите. Какая история. Вот. Вот так. Вот так. Бросилось мне в глаза, говорит, вот то, что сексом мальчики не могут заниматься только взрослые дяди и тети. Взрослые дяди и тети. Ну, скажите, это, не знаю, двенадцать, тринадцать летним. Ребятам, которые занимаются сексом сейчас. Против этого можно сколько угодно, как бы, бунтовать, но это есть. И всё, что вы делаете, это вы лишаете ребёнка знаний. Он уже это познал. Он уже знает, что это такое. Он уже знает. Вы делаете вид, что этого нет. Вы ему ничего не объясняете. И по факту ему это объяснит кто-то другой. Потому что такой же Глеб будет в школе. Только там эти ребята будут уже поумнее. И они уже не будут так открыто себя вести. Их там уже не поймаешь. Что там, тоже будете опекать своего ребёнка? Там тоже будете менять кого-то и искать выход Ирины? Понимаете? Вот и всё. Когда женщина работает с мужчиной по вопросам мужской сексуальности, и это не специалист, а мать. Ничего хорошего не получается. Знаете? Если у ребёнка проснуло сексуально рано, ну, как бы, так получилось, да? Ну, так случилось. Объясните ему это. Скажите, как, что, как это работает, что делать и так далее. Вот это, вот это дружная и доверительная обстановка в семье. А не то, что мальчики с сексом не могут заниматься. Мальчики думают, как, вот мне говорят, не могут, а я, например, хочу. Допустим. Ну, это, ну, вот так, ну, так получилось, что вот разбудили, допустим, сексуально. Ну, что тут, что тут подъел? Её же не подавить никак, никак. Правильно? Так что, Ирина, я думаю, что либо вы будете активно привлекать отца к процессу воспитательному, вот. Либо вы будете больше давать ребёнку возможность самому что-то делать, либо вы будете осознанно, как бы, принимать решения, да? То есть, если вот решили, как бы, ребёнка до школы социализировать, то имеете в виду, что там, как бы, столкнуться с разными людьми. То менять, наверное, не людей, а учить ребёнка взаимодействовать с ними, пропускать через фильтр свой. Почему-то, знаете, вот, я уверен, что, попроси вашего ребёнка, там, прыгнуть с крыши, да, он не прыгнет. Знаете, вот будут его подговорить, он не прыгнет. Проси его украсть что-то, подраться, ударить кого-то, он не станет. Вот. Понимаете? А это почему-то нашло своё отражение. А ведь такие вещи бывают. Чего только не бывает в детском саду и в школе. И укради, и посмотри, и, там, подожги, взорви, там, сопри, и так далее. И кто-то что-то выбирает для себя, кто-то что-то не выбирает для себя. Понимаете? То есть, каждый ребёнок отдельно выбирает для себя что-то своё. Почему он выбирает, это вопрос к родителям, не к ребёнку. Вместо того, чтобы спросить ребёнка, чего ты хочешь, да, то есть, вот, он говорит, интересно, а чем тебе это интересно? Расскажи, что интересно, что тебе, что ты хочешь, что тебе интересно, чего тебе не хватает. Вместо этого, вместо того, чтобы задавать такой вопрос, что ребёнок не скажет, что он хочет заниматься сексом. Нет, нет, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Тем более, мальчик. Он скажет что-то другое. В момент. Он скажет, что я, например, просто, ну, как бы, чувствую так вот, что я не один, там, и так далее. То есть, чувствую, что, кому-то нужен, кому-то интересен, допустим. Вот. А почему у ребёнка такие мысли в голову приходят? Такие или другие? Вот. Вот, вот и всё. И я, конечно, могу ошибаться, я, конечно, могу ошибаться. Вот здесь я, на самом деле, рекомендовал бы обратиться к сексологу, но либо приятно сразу, либо нет. Вот. Существующему ребёнку неприятно. Но интерес. А интерес это что? Что такое? Это, это границы. Не личные границы, как сказали мои, как сказал коллега, а границы внешние. Вот. Вот тогда думайте, как часто вы говорите, что своему ребёнку нельзя. Как часто вы даёте ему такие ограничения, как вот, типа, тех ограничений, которые вы даёте? Только потому, что вот считается, что этого нет. Современный мир уже не тот. Современный мир, это не мир, который был раньше. Понимаете? Либо вы делаете это, либо вы делаете на этом акцент, либо ваш ребёнок потом будет ходить по психологам, получать травмы за травмой и так далее. Понимаете? Я постоянно работаю с молодыми людьми, например, ну, я говорю про себя, да. Я постоянно работаю с молодыми людьми, которых в детстве не научили. Которых в детстве подавляли. Ну, родители. Думая, что помогают им. Понимаете? Вот. Которых в детстве игнорировали. Вот у них что-то происходит, у них что-то бунтуют, они что-то вот нет, этого нет. Мальчики не занимаются так, мальчики не делают так, того-то, 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 того-то. Это плохо, это нельзя. От чего плохого-то? Какой вред? Вот, ребёнок, как вы думаете, да, вот, произошло то, что произошло, да? Какой вред? Что страшного случилось? Думает ребёнок. Ребёнок простой. Хоть бы у них нет ещё норм морали, норм приличия, этого всего. У них нет. Ну, что плохого? Что случилось? Он не может понять. А когда можно? Кто определяет? Как это вообще? А соответствует ли я это? Например, например, взрослый дядя, да, это не 18-летний мальчик. На 18-летний мальчик уже можно заниматься сектом. Понятно. Вот именно не научение ребёнка адекватным границам, не научение ребёнка прислушиваться к себе и отсутствие соответствующей гендерной позиции и приводит к тому, что приводит. А последующая защита его ребёнка ещё больше закрепляет эту самую жертвенную позицию. Если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок был в жертву, если вы хотите, чтобы он всё-таки самостоятельно шёл по жизни, вы прислушитесь к моим рекомендациям. Как минимум привлечёте отца к воспитательному процессу и к обсуждению сексуальности в исключительном порядке. И, собственно говоря, перестаньте говорить, кто чем не занимается, кто что не делает. А ориентироваться будет только на том, что вот хочешь, что не хочешь, нравится тебе, не нравится. Вредно тебе это или нет? Почему это должны быть нормальные такие железные аргументы? Не мистические какие-то, типа, что мальчик не занимается, а как бы взрослые тёти занимаются, а ребёнка считает себя взрослым уже. Например. Я не маленький, нет, я уже взрослый. А ему говорят, нет, ты не взрослый. Как бы. А когда я буду взрослым? Когда я скажу? Вот это так и идёт по жизни, когда я скажу, вот она вот что-то и будет. Когда другой скажет, понимаете? Ну и какая жизнь будет у ребёнка такого? Не знаю. Подумайте, Ирина. Подумайте. Подумайте. Конечно, подобные вещи неприятны, но ещё раз повторяю, если ребёнок идёт до школы в какие-то социальные учреждения, да, то социализируется, что это нормально. Это нормально. У детей нет границ. У детей нет границ. Понимаете? То есть это как бы ответственность. В школе там такого нет. В школе нет, например, сона, часа, да, в школе как бы ты пришёл, отучился и ушёл. Всё. А вдруг в детском садике спят, да, и всё такое. Когда же дети, они непосредственно. И направляя ребёнка туда, вы подразумеваете, что он уже достаточно, как бы, ну, может ориентироваться в мире людей. Понимаете? Вот. Ну, судя по всему, это не так. Это некая, некая такая идеализация происходит, знаете, идеализация мира. То есть у нас ребёнок будет ходить в дошкольную группу, но вести там себя все будут примерно идеально. Так не бывает. Так не бывает. В школе творится такое, что ужас просто, да, беспредел. А дошкольных группах, ну, тоже беспредел, но по-своему. Понимаете? Какая сторона. Поэтому просто поймите, что любое ваше действие имеет последствия. Любое действие. То есть у своего ребёнка, вы сила, вы великан, вы сверхчеловек. Вот вы направили его в дошкольную группу, вот что получил. Вы говорите ему то, что говорите, и в итоге будет ещё один результат. Более взвешенно относитесь к тому, что делается. Меняйте не других людей, да, не там, не знаю, не детей других, не как бы родителей даже других. Не выходы ищите от себя, меняйте своё поведение, своё отношение. Ну, не будет, как бы, как вам это неприятно, как вам неприятно это слышать, но не будет в полной, благополучной, спокойной, дружной, доверительной семье у ребёнка такого происходить. Не будет. Значит, не совсем благополучной, не совсем спокойной, не совсем доверительной, не совсем дружной. Советский, Советский Союз тоже дружным был. Только, как бы, сына, трусь бы, какая была, как люди там, дружили. Вот. Если вы нечестны с собой, сами, да, то нечестны с ребёнком. А если вы нечестны с ребёнком, то и ребёнок не может быть честным с собой. Если ребёнок с собой нечестен, то кто-то другой покажет ему эту честность по-своему. По-своему. Вот и всё. Вот так. Вот вы говорите, очень нужна помощь специалистов, да, Ирина? А помощь специалистов для чего вы нужна? То есть, кому? Помощь? Ребёнку? Ребёнку лучше детскому психологу показать, если у него травмы, если ему прямо плохо. А с вами я вот в этом направлении бы работал. В том каком, в каком я писал. Вот так. Вот что я могу сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ребёнка случилась. Процесса.